Добро пожаловать на первый технический ивент компании Дейтарт из Асталии. Мы очень рады вас сегодня всех видеть. Меня зовут Аня Великая Ивань, я маркетинг-директор компании Дейтарт. Мы сюда с коллегами приехали из Украины, чтобы поддержать открытие офиса. И очень рады, что нам удалось собрать сегодня довольно большую аудиторию. Сегодня у нас будут выступать также наши два архитектора. Один – Сэншуц-архитект и второй – Девопс. Надеюсь, что вам будет полезный сегодняшний ивент. У нас будет возможность пообщаться после с нашими коллегами. Узнайла уже и здесь, поэтому готовьте вопросы. Надеюсь, что всем будет полезно и понравится. Перед тем, как я передам слово нашим архитекторам, я расскажу буквально немного о нашей компании, потому что я думаю, что мало кто из вас слышал слово Дейтарт. Перед тем, как пришел сюда сегодня. Мы международный разработчик программного обеспечения. На рынке мы уже 24 года. Мы находимся в более чем 10 странах. У нас почти 30 локаций, где мы активно нанимаем людей. И Казахстан – это наш самый новый рынок. У нас есть две локации – это Алматы и Марсулатан. И также с нами можно сотрудничать на ремоуте, то есть оставаться там, где вы есть, где вам удобно жить, например, в нашем гене или еще где-то. И все равно работать на международных заказчиках с нами. У нас довольно неплохо идут дела. У нас довольно низкий уровень процента людей, которые покидают компанию – это меньше 10%, что по сравнению с рынком где-то в два раза меньше, чем в компаниях нашего размера, в нашей области. И также мы нанимаем довольно много женщин. Их у нас порядка 30%, хотя на рынке где-то порядка 20%. Каким образом мы этого достигаем? В целом основное – это то, что у нас довольно строгий отбор в компанию. Мы отбираем специалистов высокого уровня, потому что все мы знаем, что хорошие инженеры любят работать с хорошими инженерами. Иначе это неудобно и неинтересно. И также у нас интересные проекты. Благодаря этой сложной в исполнении, но довольно простой в дизайне формуле, порядка 95% людей, которые работают в компании в соответствии с внутренним опросником, рекомендуют нас своим друзьям и коллегам. Больше 90% людей в компании хотели бы провести с нами еще 2 плюс года, что довольно много войти. Я думаю, что в Казахстане, возможно, еще люди чуть подольше работают, но, например, в Европейском Союзе уже нормально. Когда люди работают 6 месяцев в год и меняют работу, потому что рынок настолько динамичен. И 35% коллег пришли в компанию по рекомендации. Это значит, что нас рекомендовали друзьям и знакомым, что тоже очень круто. И мы активно будем продвигать эту программу в Казахстане. Порекомендую друга, получи бонус. В зависимости от квалификации это может составлять разную сумму. И буквально еще тоже пару слов. Я думаю, что вы сможете почитать больше на нашем сайте, если вам будет интересно и о нашей культуре, и в том числе о том, кто мы, что мы предлагаем. Но если очень кратко, то мы компания людей для людей. И у нас действительно есть ценности. Одна из них – это прежде всего люди. И мы в целом всегда считаем, что отношения с людьми важнее любых денег. Поэтому в целом будем рады видеть вас в нашей компании. У нас довольно много вакансий. Если кому-то будет интересно, есть QR-код. Можете зайти посмотреть, что же мы сейчас предлагаем. А сейчас я передам слово с вами Михайлову, нашему с Илюши с архитектором, который приехал из Петербурга и расскажет нам свой ток. Куда же мы все катимся? Не то, что куда мы катимся, а поговорим немножко про архитектуру с вами. Да, как Аня уже сказала, меня зовут Вячеслав Михайлов, я совершен архитектором в компании «ЗААРС». Я здесь работаю второй раз. Первый раз я проработал шесть лет, потом три года погулял. И сейчас опять уже шесть лет практически отработал. У нас вообще стандартная практика, когда люди уходят что-то попробовать новое, а потом возвращаются, поняв, что ничего лучше они не нашли, и продолжают работать в компании. То есть у нас нет такого, что ушел, так уходи. И с радостью старых коллег принимаем обратно. Поговорим, да, сегодня немножко про архитектуру. Скоп у нас тут, кто разработчик? Поднимите лобки. Ну, так, прилично. Хорошо, архитектор есть? Вот, есть один. Хорошо. Значит, давайте поговорим, что же такое архитектура, зачем она нужна, почему это важно, и как вообще не закопаться в этих архитектурах, и как сделать так, чтобы это стало целью всего проекта, сам нарисовать какую-то мега-архитектуру. Лет 20 назад, может быть, чуть побольше, когда я начинал программировать, были совершенно простые программы. Мы заседали даже для микро-кальпуляторов какие-то программы на ассемблере. Все было легко и просто. Да, то есть, там, чтобы поговорить, программа была, ну, почти линейная, это, скажем, переходы никуда-сюда, можно было, в принципе, на одном листочке. И казалось, да, что так может быть достаточно плохо. Но зачем же нам, когда выдумывают что-то и писать какие-то там, рисовать какие-то архитектуры, зачем это надо, да? Ну, это как вот с порядком у вас дома, да? Если вы хотите что-то потом найти, то есть, когда вы что-то раскладываете, вот, вам надо быстро убрать все. Взяли, раскидали все по углам, все нормально, все вроде чисто. А потом вам надо что-то найти. Ну, и вряд ли это получится. Здесь с архитектурой то же самое. То есть, если вам надо что-то поменять, потому что продукты, любые программные продукты, которые вы не пишете просто, никогда программу не писал и забыл, вы пишете ее для чего-то на какое-то продолжительное время. Потому что программы в наше время, а большие продукты, тем более, стоят огромных денег. Просто космических денег по сравнению с ними, там, построить дом для того, чтобы человек отделал. Да? Поэтому важно, чтобы эти все инвестиции у ваших заказчиков шли с толком, да? Чтобы потом им не было мучительно вольно вносить какие-то не было изменения. Поэтому, что в первую очередь нужно делать, это и без чего не стоит вообще начинать разработать продукт, да? без понимания того, из каких очень высоких блоков будет состоять ваша система. И есть такой подход, так называемый C4 C4. Это он нужен для того, чтобы ну как бы ограничиться что ли в в том, какие диаграммы, какие рисунки мы делаем с точки зрения архитектуры. Раньше было очень популярно делать был очень популярен в UML, он и сейчас кое-где популярен, там во всяких интерпрайз больших системах губертизированных, но если мы хотим разрабатывать архитектуры и продукты по гибким методологиям, то у нас искренне, скажу вам честно, нет времени поддерживать все эти сложные диаграммы, сложные архитектуры, которые выражены какими-то непонятными языками. Это все очень тяжело замудренного. Поэтому есть такая штука, называется CFO, которая говорит, что первое, что надо сделать, вам надо сделать контекст, работать в свой контекст, где вы находитесь и зачем вам это надо. Когда вы разрабатываете какой-то новый продукт для нового заказчика или старого заказчика, так принципиально, вы в первую очередь понимаете, вот система, которую вы написали. Один квадрат, один единственный. Вот системы, которые вот системы, с которыми этот ваш квадрат будет взаимодействовать. Вот все. Первый контекст. Этого достаточно. Потому что не надо как бы... Это, во-первых, не меняется, скорее всего. Останется точно так. То есть могут быть... Здесь уже можно навешивать всякую текущику, типа что-то за контракт, какие-то протоколы, неважно, это все не имеет значения. важно, кто с кем общается, кто про кого знает. Стрелочка показывает, кто про кого знает. Значит, наша система знает, это не раз, это не наоборот. Это направление вызова, направление обращения, не направление передачи данных, а направление как бы именно раскрытия доступа. Это значит, что наша система входит, система 1 хenth quarter в систему 2, не наоборот. Вторая система не знает ничего. Это просто как пример какая памятация стрелочки должна быть? Вот это контекст, Это самое первое, с чего надо начать. Следующее — второй уровень. Второй уровень — это уже… Как уровни? Очевидно, да, как уровни устроены. Мы просто идём вглубь. Мы открываем наш квадратик, который здесь был вписован, Гальмахей. У нас была контекстная диаграмма, теперь будет концептуальная диаграмма. Концерт отличается тем, что мы теперь нарисуем. Окей, хорошо. У нас есть… Дальше уже начинают вступать в силу все вот эти архитектурные паттерны, про которые вы, наверняка, слышали. Наверняка многие, кто пишет программы, про них слышали. Микросервисы, монолиты, шины и так далее. Вот здесь это играет. То есть мы здесь говорим, хорошо, у нас здесь будет какой-то пользовательский интерфейс, у нас здесь будет где-то какая-то база данных, у нас здесь будет сервис 1, сервис 2, сервис 3, сервис 4. И эти сервисы между собой взаимодействуют. Может быть, здесь там какая-то шина, допустим, да, вы там ее вот так рисуете. Это показывает, каким образом ваша программа внутри устроена. Вот так это выглядит. Все. Даже базу, если это микросервисная архитектура, то даже базу не рисуют. Это тоже избыточно. Потому что чем хороша микросервисная архитектура, тем что в них мы имеем возможность выбирать базу под задачу. То есть классическая микросервисная архитектура, она для этого сделана. Чтобы взаимодействие было между сервисами через их контракты. То есть нельзя взять и так сделать, там, одна база, и в эту базу входят два сервиса. Это уже не микросервисная архитектура сразу. Все, в результате. Потому что... Очень просто. Почему? Потому что вот этот контракт здесь, то есть вот та структура, которая здесь написана, про нее, грубо говоря, знают, да, сервис 1 и сервис 2. Это значит, что если вдруг вот здесь что-то поменяется, значит, и этот товарищ, и этот товарищ, должны бы поменяться. И все это значит, что они монолит. По большому счету. Вот это можно стирать и рисовать все вместе. То есть мы так ловко получаем такой сложный, распределенный монолит, который долго работает, и медленно работает, и при этом еще не разборчивается тяжело. Вот так делать не стоит. Так вот, дальше. То есть вот у нас есть такая структура, да, с мегросервисами. Можно отдельно, если хотите, потом кулуарно поговорить про каждую конкретную архитектуру детально. Я могу рассказать про мегросервисы, про мессиджбассы, что угодно. Ну, пойдем дальше сначала про диаграмму просто поговорим. Следующий, я не помню, как она правильно называется, но он про структуру. И опять, очевидно, мы идем глубже. То есть у нас была одна уровня концепта, да, концепт, контекст, концепт, 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 концепт. А теперь структура. Структура – это про то, как каждый конкретный сервис внутри устроен. Он может быть сложным, это понятно, да. То есть хоть и микросервисные все архитектуры сейчас говорят, что можно делать максимально простые сервисы, это далеко не всегда возможно. Потому что они должны быть не только простые, они должны быть еще и ценны с точки зрения бизнеса. Нельзя сделать сервис, который просто работает в базе данных. Он бессмысленный. Там должен бизнес смысл с каждого сервиса. Поэтому сервис может быть большой. И внутри мы уже рисуем какую-то связь, может быть какие-то слои, да, там уже может быть какие-то там… Дата ВР, дата ВР какой-то. Какой-то бизнес, логика какая-то. И так далее, да. То есть вот такого уровня, да, мы разлицаем, разкрашиваем, все, может быть какую-то модель, да, можно нарисовать и так далее. То есть все очень просто, да. И следующий уровень структуры классов, он еще ниже. Но, честно скажу, он почти никогда не нужен. Потому что современный мир, который работает по гибким методологиям, подразумевает непрерывные изменения. И непрерывные изменения, они про то, что то, что было вчера, завтра уже отрефакторили давно. И уже все переписали. Поэтому все эти диаграммы, которые вот ниже таких концептуальных моделей, уже никакого смысла не имеют практического. Потому что сегодня их нарисовали, завтра они уже устарели. И это потеря времени, реальная потеря времени. Поэтому архитектору нужно уметь грамотно отнести концепт, грамотно отнести кадры, что нужно делать, какие должны быть подходы. А что именно делать, уже у нас решают разработчики. У нас компания так устроена, что мы нанимаем умных ребят. И стараемся нанимать. Поэтому, если вы хотите работать с умными коллегами, приходите к нам. У нас вот такие задачи, в принципе, работа архитекторов на этом заканчивается. Там, конечно, есть еще огромный пласт до этого, когда мы придумываем архитектуру. Ведь solution-architectура во многом – это не про то, как нарисовать квадратики, а про то, какие квадратики и зачем нарисовать. Если вы делаете какую-то систему, вы всегда отталкиваетесь от требований заказчика. И заказчик часто бывает, что не понимает сам своих требований. Поэтому архитектор, он приходит на такое чистое поле обычно, где нужно начать с разговора, понять, что же нужно, придумать, как и каким путем мы будем инкрементально, итеративно архитектуру улучшать, выбирая примерный концепт и все. И дальше уже проектие. То есть оно работает примерно так. Очень редко удается, и главное, что это имеет мало смысла, продумать всю доскональную архитектуру и рисовать вот эти все квадратики наперед на все 50 сервисов, которые будут в приложении. В этом нет никакого практического смысла. В момент, когда вы до этого дойдете, уже все развалится, все будет уже по-другому, потому что выяснится, что клиент на самом деле хотел немножко другого, выяснится, что рынок уже поменялся и ему нужно решать другие задачи, выяснится, что у него, не знаю, закончились деньги и надо срочно выкатывать вот как есть. Оно всегда обычно случается так. Еще что хотел сказать. Давайте немножко про архитектуры. Есть вопросы, на что обратить внимание? Дальше. А выбор архитектуры между монолитом и микросервисом и микросервисом? Отлично. Хорошо. Прекрасный вопрос. Любимый вопрос практически. Вот у нас есть монолит, вот у нас есть микросервис. Когда, в какой ситуации? Все должны иметь представление о том, что такое монолит и что такое микросервис. Монолитное приложение, это приложение, которое архитектурно, грубо говоря, состоит из трех слоев. Слой пользовательского интерфейса, слой сервисов, может быть, сервисов, может быть… То есть, грубо говоря, здесь сосредоточен весь пользовательский интерфейс, здесь сосредоточена вся бизнес-логика и здесь сосредоточена по факту хранения, то есть здесь данные у нас. И вот так от слоя к слою все передается. В микросервисах у нас есть пользовательский интерфейс обычно. Ну, так или иначе, почти все приложения имеют пользовательский интерфейс. Почти все. Редко бывают всякие сервисные приложения, которые работают через API. Так или иначе, дальше здесь идет такая штука, называется API Gateway, за которой обычно ставят N микросервисов, каждый из которых, основная особенность, набор у них особенностей, что они ценны с точки зрения бизнеса, то есть его можно взять один, и он будет полезен. Он выполняет какую-то реальную задачу решать, реальную задачу с точки зрения бизнеса. Они слабо связаны, у них нет общего хода. Ну, бывают какие-то библиосеки, но они без стейта, то есть у них никогда нет общего стейта, у них нет общего хранилища, они не связаны, можно менять независимо способ хранения. Потому что бывает, вот, например, у нас был недавно, например, мы делали систему для управления самокатами в Питере. Вот у вас тоже, я думаю, там Seven, что ли, есть, еще кто-то есть, есть самокаты, аренды, можно взять и кататься на них. Система сложная, на самом деле, потому что это нужно все самокаты, а в Питере там что-то, полторы тысячи у меня самокатов, кстати. Они все катаются по Питеру, да, они каждые десять секунд посылают сигнал о том, где он находится, его координаты, его состояние. И это все нужно обрабатывать, все нужно аккумулировать, показывать на карте администратору, и нужно уметь ими управлять. То есть нужно уметь его блокировать, там включать его фанарики, блокировать колесо, блокировать руль, по-моему еще, отслеживать его перемещение и плюс трекать скорость максимальную в зависимости от зон, где он находится, в зависимости от тарифного плана и так далее. То есть такая очень высоконагруженная система. И в ней очевидным образом просматривается несколько этих явных сервисов, да, один из которых это сервис, который отвечает за хранение всех пользователей, да, всех тех, кто зарегистрировался так или иначе в этой системе, вот они, у них свой сервис там какое-то простейшее там сикл-хранилище, потому что нагрузка на него минимальна. А другой есть сервис, который называется трекинг-сервис. И этот трекинг-сервис получает информацию о перемещении всех этих устройств. То есть если вы посчитаете, да, полторы тысячи самокатов умножаем, это получается три тысячи событий в минуту. Это в лучшем случае, когда они вайты, да, и если они едут, то они, по-моему, каждую секунду посылаются сообщения. И получается достаточно высокая нагрузка. И если вот эти два сервиса сделать на одной и той же технологии, то они укрутся просто в производительность, да. То есть у нас получится так, что сервис трекинга, скорее всего, не будет справляться со своей производительностью, поэтому было решено для него сделать отдельное хранилище, специальная база, специального типа, но у всех хранилища. И этот сервис умеет масштабироваться. То есть их может быть много. За счет этого мы можем балансировать нагрузку и таким образом решать задачу задешево увеличивать пропускную способность всей системы. То есть, конечно, можно сказать, ну, блин, возьми все и скопирую еще раз. И будет работать. Но разница в том, что, во-первых, нет, не будет работать, потому что есть такая штука, как КАП-теорема. Знаете, конечно, что КАП-теорема? Это, ну, она не доказана, конечно, но критическая. Это консистенция и абилабилити партишнами. Выбери любые два. То есть, если вы хотите консистенции и абилабилити, то вы жертвуете партишнами. То есть ваша система не может масштабироваться. Если вы хотите, чтобы она была доступна, то есть отвечала быстро и довела делить партишнами, чтобы их было много, то тогда вы жертвуете консистенцией. То есть у вас нет, у вас система так называемая eventual consistency. То есть она в какой-то момент переходит в консистентное состояние, но при этом она не может там быть постоянной. Ну и, соответственно, если вы хотите консистенцией партишнинг, то есть, грубо говоря, разделенную большую систему, но при этом целостную все время будьте готовы к тому, что она будет тормозить. У нее не будет абилабилити. То есть до тех пор, пока все эти транзакции не будут согласованы, она не отдаст ответ на запас. Соответственно, это классическая такая штука, которая позволяет не выдумывать себе никаких схем и не пытаться придумать систем, которые не жизнеспособны. Так вот, по поводу, опять же, возвращаясь к сравнению, когда использовать монолиты и когда использовать микросервисы. Чем хороши монолиты? Монолит такая штука, она незатейлива, как грабля. То есть практически любую программу, которую вы пишете, если вы не будете особо задумываться, но она у вас превратится в монолит и все нормально. Поэтому если вы пишете какие-то прототипы, если у вас какой-то новый домен, если у вас нет опыта, то есть если вы никогда вот эту штуку не делали раньше, то тоже сюда. Потому что это как у хорошего доктора должно быть заключение несколько трубов, так и у разработчика, который знает микросервисы, должно быть несколько загубленных проектов в микросервисах, иначе это не работает. Вот если выполнять вот эти вещи, то вам скорее всего надо идти в монолиты, да? Потому что что значит, что вам нужны просто прототипы? Ну, по большому счету, это значит, что вам нагревать на то, как вы работаете. Ну, просто нужно проверить какую-то технологию, не знаю, там, отреграцию с чем-то. Это практически не важно, что они. Что значит, что у вас новый домен, и почему это важно? В микросервисах, сами сервисы делятся исходя из поддомена. Как я вам упоминал с самокатами, у домена всего, которое относится к самокатам, есть два постдомена. Это люди, которые катаются на самокатах, и сами самокаты, которые ездят как устройство, да? Или как устройство, именно как, я бы сказал, идентификатор. Если у вас некое устройство, которое где-то катается. Есть еще третий поддомен. Это, собственно, описание этого самоката, из чего он сделан, да? То есть какой у него производитель, какой-нибудь Nainbot или кто-то там, какой у него модель, какой у него заряд аккумулятора и так далее. Это третий поддомен. И если вы оказываетесь в проекте, в котором вы не знаете, как правильно разбить на домены, а существует много доменов, с которыми вы не сталкиваетесь. Тревел, финансы и так далее. Там может оказаться действительно сложный домен с многими связями, который непонятно как разделить. И если вы не знаете, как грамотно разделить ваш большой домен на маленькие домены, то в итоге вы получите монолит, не только распределенный, будет все плохо. Поэтому если у вас нет опыта в домене, нет знаний в домене, то вот опять же сюда в монолит, а потом уже распиливайте рефактор и делайте вот такими. Теперь понятно, чего вы не достигаете в монолитах. Вы не достигаете производительности высокой. То есть монолиты как можно скалировать? Монолиты можно скалировать, увеличивая частоту процессора, количество памяти, размер диска и так далее. То есть это называется scale-up. Scale-up и scale-out отличаются тем, что scale-up – это увеличение, качественное увеличение характеристик устройства, характеристик ноды, а scale-out – это увеличение количества нод. Увеличение количества нод к монолитам просто неприменимо, потому что вы не можете его от насчитать. Когда же все-таки идти в микросервис и к чему быть готовым? Первое, что нужно делать с самого начала – это нужно привлекать соответствующих граждан, диопсов, которые умеют эту штуку развертывать. Вот прямо с первого дня микросервисы требуют тотальной автоматизации всего, что вы делаете. Тестирование, развертывание, ну сборка, само собой, вообще санитарная мечта. Это все должно быть автоматизировано просто с первого дня. Этим нельзя унебрегать. Потому что иначе потом 50 сервисов вы руками не разобретете. Это превратится в кошмар, это не будет работать. То есть automation – это прямо наоборот. Плюс должны быть знания, как я уже говорил, что вы умеете это строить, вы хорошо понимаете домен, и что вы взамен получите? Взамен получите вы высокую производительность, возможность индивидуального скалирования каждого из сервисов под его конкретные задачи, возможность выбора оптимальных технологий под каждую конкретную задачу. Дорого с точки зрения автоматизации, дорого с точки зрения, если нет опыта, опять же дороже с точки зрения развертывания, потому что сразу нужно иметь ноту. Многие под сервисы, под сервисы, нужно это все знать. И стоимость в том же облаке микросервисов будет выше. Хочу позвать всех в нашу компанию. У нас много интересных задач. То, что я рассказывал про самокаты, это одна лишь из трехсот проектов, которые у нас идут параллельно. Поэтому у нас огромное количество проектов в IT, огромное количество проектов в финансах, в тревеле, в healthcare, в медиа. То есть каждому практически удастся найти что-то по душе. И технологии, опять же, не являются... Если вы заметили, мы ни слова не сказали про какие-то конкретные технологии. То есть мы с удовольствием набираем джевистов, шарпистов, тонщиков, хавов, скалистов. Все-все-все. Мы всем рады. Спасибо. Привет. Меня зовут Кирилл. Я из Украины, из Одесского офиса. Дэйдарк работаю уже пять лет. Начинал как Девопс. Последние несколько лет работаю как Team Lead. А также еще участвую как Project Manager в разных проектах. Вот сегодня я вам расскажу про Девопс Дэйдарк и чем занимаемся. Чуть-чуть я хочу затронуть вообще про Девопс. Мы все время говорим про Девопс, почему это важно. Потом я немного расскажу про Девопс-экспертизм в Тейдарк. Что это такое, зачем это нужно. И, собственно, про Девопс-экспертизм в Тейдарк. С вами говорят сами для себя. Давайте начнем с Девопс и Business Value. Почему я его называю именно Business Value? Потому что все мы с вами работаем на клиентов. И клиенты интересуют в первую очередь именно Business Value. И ему абсолютно все равно, какие используются технологии и подходы, пока он получает прибыль. Поэтому здесь такая приставка. Собственно, какой же Business Value приносит Девопс-подход и практики, которые внедряются с Девопс-подходом? Условно мы их разделили на 5 ценностей. Первое – agility, то есть это диктость проекта, это возможность вносить какие-то изменения. Как Слава очень правильно заметил, что в современном мире все очень быстро меняется. И для того, чтобы быть максимально успешным, бизнесу нужно постоянно выкатывать новые версии. И чем больше продукт и проект способен принимать эти новые версии, тем лучше. Второй point – это качество, автоматизация. Все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано по максимуму. Очевидно, сохранность времени и денег через автоматизацию, в частности. Непрерывность процессов и governance – это управление кастами, ресурсами. Как пример я могу привести, например, тот же Cloud, который очень гибкий, очень удобный, очень классный. Но если грамотно не управлять кастами, ресурсами, то очень быстро можно больше терять, чем зарабатывать. Дальше немного расскажу про наш центр компетенции, что это такое и чем мы занимаемся. Вообще, если не изменять память самым термином в центре компетенции, мы переняли эту практику. Это объединение профессионалов компании. Чем оно отличается от комьюнити, который также является объединением профессионалов? В основном занимаются тем, что обмениваются опытом друг с другом, какими-то советами, но не более того. А центр компетенции Рента рассматривается как отдельный проект компании наравне с клиентскими проектами, но заказчиком в данном случае выступает непосредственно сама компания, сам Data Art. И девопсы, которые посвящают какую-то часть своего времени центру компетенции, это конечно же не full-time, большую часть своего времени они по-прежнему тратят на проекты на клиента, но те, кто хотят и могут, они посвящают какую-то часть своего времени центру компетенции, они занимаются какими-то активностями в рамках центра компетенции, они пишут часы за эти активности, они получают за это зарплату, они получают за это бонусы, они получают за это какие-то ленефиты. Чем конкретно мы занимаемся? В первую очередь, это, конечно, активность нацелена на клиентов, на существующих клиентов, на потенциальных клиентов. Для потенциальных клиентов это участие в сейлс при сейлс активностях, какая-нибудь там шарит экспертизы, когда ты приходишь на звонок с клиентом, он, например, просто хочет послушать за экспертизу для роста и так, мы об этом рассказываем, потому что потенциально его интересуют какие-нибудь извинения в проекте, он хочет что-то улучшить или чем-то недоволен. Также это работа с существующими клиентами, мы делаем такую штуку, которая называется VAR, это аббревиатура 12 Architecture Review, когда мы приходим в существующий проект и проводим ревью эффективности девоз-процессов, как там разворачивается инфраструктура, насколько все выглядит автоматизацией и так далее и тому подобное. Это то, что касается клиентов клауды, значит, у нас есть партнерки со всеми самыми большими клаудами, это GCP, AWS и Azure, я чуть позже расскажу о партнерках. У нас есть свои сэндбоксы в клаудах, мы занимаемся гавринансом в клаудах, то есть делаем очень много вещей, связанных с клаудом. В принципе, почему центр компетенции называется Drops и Клауд, потому что на сегодняшний день это неразрывные понятия, практически всегда, в всех случаях, в качестве инфраструктуры используется клауд. Дата-центры уже все реже и реже. Дальше это всевозможные пиар-активности, то есть это выступления на конференциях, вот как я здесь, например, выступаю. Это когда страны были открытыми, ездили на какие-то конфы в разные страны, то есть все, что связано с такой вот публичной деятельностью, плюс также мы регулярно еще пишем статьи в журналы. Я так сходу не вспомню, но есть журналы, какие-то известные в Европе, в США, и у нас есть специальный отдел, который занимается, который контактирует с представителями этих журналов. И когда есть запрос, мы можем написать какую-то степень пожелания. Идию — это все, что связано с образованием. Веб-первых, у нас есть в Data Art очень мощная целая рейт-завая платформа, которая называется Идию, которая содержит в себе массу обучающих материалов по вообще любым направлениям, и не только по hard-ски, но и по soft-ски, то есть это и по project management, и по английскому языку, и все что угодно. И также в Идию входит программа менторинга. Это когда мы обучаем, например, тех, кто хочет перейти в DevOps-SD, или когда мы помогаем, например, кому-то менее сеньорому стать более сеньором. Менор или мигал, говорить, я хочу стать сеньором, мы находим его ментора. У нас есть некие темплейты обучающих программ, у нас есть платные подписки на всякие ресурсы, и мы можем помочь человеку вырасти и увеличить, скажем так, вырастить свои знания. И последнее, это специализированные комьюнити. Ну, комьюнити это уже именно, как я говорил, объединение людей по интересам, где люди общаются, обмениваются, обмениваются, задают другу вопросы. Два самых больших таких комьюнити в нашем сайте компетенции, это Kubernetes комьюнити и SRE. Если есть вопросы, задавайте. Я говорю быстро, потому что я стараюсь сложить испытания. Немного про экспертизу дейтар. Вот все, что вы здесь видите, это и больше, чем это. Это то, с чем есть у нас экспертиза. Под экспертизой я понимаю как теоретически, так и практический опыт. Подтвержденный проектами, подтвержденный клиентами самого разного масштаба. Ну, то есть, как бы классические вещи, автоматизация, CACD, контейнеры, Kubernetes, IEML. Очень-очень много. Кстати, если говорить о центре компетенции, то у нас не только по DevOps и Cloud, у нас также есть и IEML центр компетенции, есть security центр компетенции и другие. И вот, кстати, Слава, он в таком архитекте, в центре компетенции. Пару слов про, мы это называем DevOps-модел, это то, как мы видим подход и DevOps-процессы, как они внедряются и живут с DLSI. От самого начального меню, когда в проекте все делается вручную, все деплейменты, все делается вручную, который, естественно, является самым плохим, потому что он содержит в себе бесконечное количество ошибок, он медленный и он максимально неэффективный. Далее, до initial, когда начальная стадия автоматизации в проекте. Мейнчур, когда уже достаточно много процессов поставлено автоматически. Advanced, продвинутый, когда у нас вообще все здорово, все хорошо. Но, естественно, у каждого из этих этапов есть свои недостатки. И для последнего SRE основные недостатки – это дороговизна в разработке и поддержке. Чтобы к этому прийти, нужно потратить очень много ресурсов. Ну и SRE, как я уже упоминал, это, если кто не слышал, не знает, это сайт RelayBit Engineering, это тоже придумали Google. Этот термин для меня лично – это одна из эволюций DevOps-подхода. И суть ее сводится к тому, что она фокусируется и, собственно, очень широкий на SRE. Она фокусируется на исключительном продаже, не на его эффективности и отказоустойчивости. Пару слов про технологии и инструменты, с которыми мы работаем. На самом деле их сотни и можно было скрипать 50 слайдов, показывая все технологии, с которыми мы работаем. Поэтому я решил ограничиться одним, чтобы хотя бы такие основные показать технологии, с которыми мы работаем. И разделил их на категории. Категории CICD, VAL, Interstarch, Managed, 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 Managed. То есть, каждая технология, которая здесь указана, это не значит, что мы мимо проходили и видели. Это значит, что у нас есть реальный опыт работы в реальных проектах с этими технологиями. Теперь про партнерки. Как говорили, у нас есть партнерки с AWS, с GCP, с Microsoft Asia. Ну и в принципе с Microsoft. Что это значит? Это значит, что у нас, как у компании, есть с ними партнерские отношения и есть определенные бенефиты, которые это дает нам, как компания. Как их партнеры. Требования достаточно простые. У нас должно быть определенное количество сертифицированных, сертифицированных инженеров компании по тому или иному плаву. И у нас должно быть определенное количество успешных кейсов, то есть клиентов, которым мы что-то делаем в том или ином плаву. Что это дает нам, в свою очередь, это партнерство? Главное имущество этого партнерства – это то, что партнеры приводят к нам только клиентов. То есть, когда к ним, допустим, в Google, приходит клиент и говорит, я хочу пользоваться твоим обоком, но я не знаю, какого вентора мне выбрать, чтобы построить S-DLC процессы, настроить DevOps, то Google скажет, пойди в Дайдар. Конечно же, у него партнеры, у главного, мы не единственные. У партнеров есть определенный вес. Есть гол партнеры, есть премиум партнеры и т.д. Чем ты выше в этой цепочке, тем больше шанс, что Google, Microsoft или Amazon скажут, пойди в Дайдар. Ну и, собственно, про бизнес, что мы делаем для бизнеса. Для начала я бы хотел сказать, что мы подразделяем на так называемые домены компании. То есть, мы работаем с бизнесом, который относится к различным доменам, таким как финансы, гемблинг, это андартные игры, это ставки, health care, travel, digital transformation, media. Доменов много. Я перечислил здесь такие основные, скажем так, регионы, в которых находятся наши клиенты. Это Северная Америка, Южная Америка и Европа в основном. Это эти регионы. Размер бизнесов совершенно разный. Есть как стартапы, и средний бизнес, и вот до энтерпрайзов. Ну и некоторые кейсы, я решил перечислить, как бы бизнес-сценарий, с которыми клиенты обращаются в DataArt за помощью, с делопсом, скажем так, условно я разделил на четыре категории, конечно же, больше. Я так подобрал некоторые из них. Первый тайм-менеджмент, то есть, когда клиенты недовольны тем, как быстро у них получается внедрить новые версии. То есть, условно говоря, как быстро у них получается делать релизы, или когда у них есть какие-то проблемы с релизами, то есть, с выходкой новых версий. Постс-менеджмент, когда клиенты недовольны, или недовольны тем, как они дратят деньги, или, например, это недостаточно прозрачно для них, они хотят помощи с этим. Стабилити-коррити, то есть, когда продукт нестабильен, инфраструктура может быть нестабильна, какие-то изменения в коде или еще в чем-то в той же инфраструктуре приводят к тому, что система не работает, или работает плохо, или падает перформанс. Ну и последнее, но далеко не последнее, это тренды. Часто тоже клиенты приходят и просят то, что они где-то от кого-то услышали, какие-то подборки там. В свое время все носились контейнерами, даже не понимая, что это, зачем это. Мы просто двигали, сделали контейнер, потом надо стал кубернетис, хотя очень часто это совершенно было не нужно. Наша задача была, как сервис-компания, объяснить клиенту, что это тебе не нужно, мы сделаем тебе хорошо. И вот я решил привести реальный пример того, как мы сделали клиенту хорошо. Это клиент из финпрактики, клиент среднего размера, конкретно из Лондона, он занимал, занимается обменом валюта в таких, можно сказать, промышленных масштабах. И клиент изначально пришел к нам в компанию с просьбой дать ему несколько девопсов. То есть он просто хотел расширить свою команду. Мы не только дали ему новых идей, но мы смогли заслужить его доверие и мы взяли на себя полностью разработку его продукта. Мы переписали ему продукт с монолитов на микросервисы, мы перевезли ему все это в облако. Мы настроили ему там все девопс-процессы, весь DLC, все покрыли автоматизацией. И в конечном счете у клиента там просто экстренциально выросли продажи, у него появилось огромное количество новых клиентов, он был очень доволен, очень счастлив. Вот это схема инфраструктуры, то есть здесь указаны сервисы, как они работают, как они работают и работают в новой технологии. Ко мне часто обращаются ребята, которые очень сильно молоды и учатся там на последних курсах или что-то сделали из что-то санктаперское и спрашивают, что делать, как развиваться, как инвестиции привлекать и так далее. И я имею пункт такой, что я работал в корпоративном секторе, в стартапе работал, сейчас работаю в глобальной компании DotaArt, глобальной аутсорсинговой, то мне есть что сказать в этих случаях. Вообще, как бы, есть такая, у меня осталась такая аллегория, да, мы же все, точнее, никто не спорит, что когда человек рождается, он идет там, родители отдает сначала в садик. Он до какой-то группы, да, поэтому переходит в школу, потом ему вроде бы нужно в институт, ну, какие-то вузы закончить, потом идет работать. И вот этот путь, как бы, все воспринимают нормально, и в современном мире индустриализации и, ну, короче говоря, уже постиндустриальной эпохи, вот этот путь, наверное, он, как бы, очень даже сильнее, наверное, ярко выраженным будет. А все эти рассказы про то, что Цукерберг не закончил, институт Джонс не закончил, это, на самом деле, такие, так как очень сильно попульсские вещи. Поэтому я вообще рекомендую, естественным образом, пройти эти все пути. Если вы со школы пойдете работать в стартап, то это окей, наверное, вы выкинете тот очень везучий лотерейный билет, и вы выстрелите в мирового единорога. Но шансов, на мой взгляд, я могу ошибаться, можете поспорить со мной, но шансов у нас в Казахстане, после наших институтов, после наших вузов, после нашего рынка, выстрелить в единорога, конечно, минимум. Для того, чтобы выстрелить в единорога и вырастить в хороший стартап, нужно поработать, проучиться и тусоваться в больших рынках. Там вы будете прям позже чувствовать, что происходит. Если вы, ну, многие из нас, многие из вас учились, жили там в сельской местности, приезжаете в город, вы же понимаете, насколько вы были в сельской местности, условно, изолированы от этого информационного поля. Точно так же мы находимся в определенной изолированности от мира, от трендов, от ноу-хау. Поэтому я рекомендую пройти этот путь, но в целом, если, как бы, разложить по полочкам, я бы сказал следующие плюсы и минусы, которые вы можете получить для своего развития. Корпоративные столбики интересов, вашей траектории развития и стартап, что вы будете иметь там, там, одно против другого. Вы там будете более опытных людей, вы можете чему-то научиться, соответственно, вы единственный программист. И весь мир крутится вокруг вас, вы этим миром крутите, но при этом вы крутите очень сильно неумело. Есть большой риск, что вы крутите этим неумело. И то, что Слава на первых францах в слайдах нарисовал, он до сих пор перед вами, тут даже задают вопросы, что такое микросервисная и монолитная система. Ну, это, как бы, то, с чем вы столкнетесь на своем стартапе после того, как сделаете или первый раунд поднимите, или первую тысячу клиентов привлечете. И тогда будете все время поддерживать, бегать по шахте и по стаду, где у вас там завалы, обвалы, утечки, протечки. Это, естественно, все вчера проходят, но просто обусловно. Особенно тяжело это будет для вас, если вы это начали с нуля. Если говорить там о следующей строчке, вы быстро читаете, я надеюсь. И тут достаточно, я оставил большой шлист, чтобы быстро прочитать. Особенные какие-то я заакцентирую, но в целом, наверное, идея понятна, да? Какие плюсы, какие минусы вы в обоих структурах можете получить. Что еще? Давайте разберем. Вам есть какой-то интересный пункт, который я сейчас разобрал? Или спорный? Или я написал, чушь, а вы тут говорите, нифига не так. Согласны все, да, в принципе? Вот, побежали дальше, и к ныне время. Теперь вот эти вот плюшки, которые вообще в целом есть в мире айтишника, когда он работает там или не там, и начинает что-то ценить или что-то не ценить. Есть плюшки, с которыми на нас камни, когда нас нанимают, говорят, у вас соцпакет, у нас, что у нас фитнес будет, плюшки, печенюшки, чай бесплатный, вообще там, сколько там дней там вы можете болеть бесплатно, зубы лечить и так далее. Мы на это покупаемся, кто-то не покупается. Только будет сильнее возможность влиять на решение в решении компании. В крупной корпорации, когда вы работаете, вы условно там безмолвная пешка, которая пытается строиться в очень сложную, очень сильно инертную корпоративную структуру и как-то там выжить или же оставить след свой в истории этой корпорации. Это тоже как бы дорогого стоит. Такая попытка, такие амбиции и такая способность. В стартапе это очень легко. Вы один на один с основателями, или же вы сам основатель. И амбиции такие достаточно раскачиваемые. Как бы мы изменим мир. На что еще покупаемся мы? Профессиональный рост. Да, профессиональный рост можно и там, и там найти. Но здесь будет профессиональный рост, он более-менее пуст, потому что у тебя есть куча людей, у которых ты можешь научиться, и не надо это все, эту пуль гладать самому. Правда ли это все пройдете, и не факт, что вы получите правильный опыт. Неправильный опыт это очень тоже так, как все знаете, неправильный опыт. Ну прям, каждый день мы сталкиваемся, наверное, на своих личных опытах. Это всегда нам вредит потом. Размеренность. Ну кому-то это надо, кому-то не надо. И размеренность в принципе в стартапе можно найти. Есть корпорации, где прям патагонная система, конвейерная, что там как бы особо сильно не расслабишься. Но поэтому по этим признакам мы выбираем себе, где нам трудиться. Сложность разного формата, не раздели хавра. Тут типичная или же быстро растущая крупная корпорация, или же какой-нибудь стартап, у которого очень большой уровень неопределенности. Ты, приходя на работу или уходя с работы, не понимаешь, что произойдет завтра, что произойдет через несколько декаб, дадут зарплату, не дадут. Куда курс компании поменяется, что он начальник в следующий раз на своем выступлении скажет. И это очень сильно, бывает, напрягает людей. Кого-то, наоборот, очень сильно возбуждает. Потому что он создает ощущение, иллюзия, как бы вот это живость, это хайп, и это прикольно. Быть первопроходцем, это тоже такая серьезная бицца, когда ты хочешь выделиться. Хочешь быть первым. И она иногда с вами злую шутку играет. Есть для фартапов очень такой проверочный, самопроверочный вопрос. Если вы что-то думаете, что вы придумали, то похвалите на мир. Если в мире что-то подобное есть, значит вы красавчик. Давайте купи, пасть и сюда. Но если в мире этого нету, еще, во всем остальном мире, который значительно превышает по размеру, по объему, по щепку, по экспертности, и по уровню жизни, то как бы я бы засомневался. Быть стоит ли быть первопроходцем в этом направлении, которое вы там считаете, что вы гениали? Будьте более-менее самопритичны. Менять мир, а в этом же воплощать идеи. Это на самом деле можно найти и в стартапе, и не в стартапе. Иногда же бывает в стартапе очень сложно воплощать идеи, потому что у стартапа очень четкий фокус. Если у него очень четкий фокус, соответственно, инвесторы, которые дают раунды, они дают полконтретный KPI. И ты там уже начинаешь пытаться пивотиться, но не всегда тебе дают это сделать. Могут просто сказать, иди сюда, куда мы договорились. Вот это все, короче, лишнее. Поэтому выбирайте. Инновационные решения тоже иногда бывают. В корпорациях инновационность бывает выше, чем у стартапов. В силу того, что там бюджет побольше, размах побольше, масштаб побольше. В этом смысле в мегаострадском рынке можно сказать, что Кафебанк – это как бы идеал между синергией стартапов с крупной контрацей. На сегодняшний день вот такая иллюзия или такое мнение, оно и есть. Если попасть внутрь, конечно, в зависимости от того, куда ты хочешь работать, с чем придется работать, частично можно получить эти бонусы, и частично можно разочароваться. А вот у нас, да-да, сейчас реклама началась, а вот у нас, да-да, вы можете работать как в стартапе, но при этом получить экспертизу и развиваться как в крупной, крупной, очень международной компании, потому что у вас очень много будет по миру, по миру, не в России, не в Украине, не в конкретной стране, а в целом по миру, по миру. У вас будут такие коллеги, которые будут вас очень сильно бустить, раскачивать и ускорять ваше развитие, потому что они там работают на достаточно успешных, на больших масштабах, и вы, когда попадете в этот круг, вы сразу поймете, как вы себя чувствуете, как вы растете эволюцию, вы сразу же сильно почувствуете. И здесь, еще раз, надеюсь, все умеете читать, здесь перечислены все основные направления, которые нам нужны. Это, как бы, самое популярное направление, и хочет у нас много. Слава Богу, это знание. Наши вузы готовят очень хороших специалистов. Если вы считаете, что вы более-менее в нишевой, то тоже хорошо. Если вы зайдете на сайт ДАДКЗ, не найдете свою специализацию, или то, что вы чем хотите заниматься, не волнуйтесь, просто отправляйте. У вас есть такие потребности, когда даже на нишевы, понятно, что это не должны быть джунны, которых мы должны еще раз воспитать, кроме межсиньорной позиции, мы можем и тут даже с вашей очень сильно дефицитной направленностью найти применение. И вы там тоже сможете вырастить. И вы все равно вырастите там лучше, если будете работать на себя или где-то еще. Ну и основные наши требования это английский язык. У нас, слава богу, до сегодняшнего дня на всех собеседованиях все наши кандидаты, все наши текущие коллеги показывают достаточно хороший уровень технического английского, разговорного. Разговорный это как бы минимальное требование, мы не заставляем вас прям свободно, бегло разговаривать. Если вы скажете, что я тебя понимать, и вы сможете с клиентом как-то изъясниться или письмо написать, даже если через двух транслятеров, то окей, вы понимаете. На слух, техническую литературу можете связать слова так, чтобы люди подумали или воспринимали, что вы речь понимаете. В целом, оно вот так вот складывается. Какой у вас русский, английский язык не был бы, если вы в проекте не работали с какой-то оценкой пройдете, вам все равно нужно будет погружение и вы со временем поймете, а вот он тот уровень, к которому я стремился. А в сферический полный вакуум это вот не об этом. Все равно это сколько бы ни шлифовали, пока с практикой не столкнетесь, не почувствуете, что это хорошо или плохо. И еще последняя фишка это тайм-зон. Нам нужно, чтобы наши ребята могли работать в тайм-зонах минимум на 3 часа западнее. В этом смысле, конечно, есть такой дискомфорт для тех, кто привык работать ровно с 10, кто-то научился во время пандемии работать и с 8 часов, потом в 5 или 6 часов вечера заканчивать. Но из моей практики я знаю, что мы айтишники все-таки соловые, поэтому нам свойственно работать до поздна, просыпаться поздно и так далее. И в этом смысле комфортно здесь. Вот я для себя сейчас этот комфорт почувствовал. Я просыпаюсь рано, тем не менее, в 6.37 я уже как бы устаю, но у меня рабочий день начинается где-то в районе 10.30 в 11.00, потому что Европа просыпается, Москва просыпается, ближние наши коллеги просыпаются, и начинается бурный переписок где-то в это время начинается. Я работаю потом до 8.00, до 9.00 вечера. Потом я говорю, все, ребята, работайте, у меня в ночь я пошел отдыхать. И утром это начинается, но зато до 11.00 у меня есть очень хороший флот для того, чтобы заняться детьми, семьей, спортом, медитациями, молитвами, всем, что я раньше не мог себе позволить сделать, и я не попадаю в пробки, в флот-бор. Конечно, я тут рассказываю такие вещи, которые вы можете сказать, что-то нам затерли. Это мои ощущения. Если вам это отзывается, то вот она может так отзываться. Также мы сейчас трогаемся в проекты в восточном направлении, у нас будут появиться, скорее всего, внутренние проекты, если мы зайдем в Юго-Восточную Азию, в Австралию, сейчас уже очень-очень сильно мы в ту сторону идем. Запрос требования Демата от Маркета есть, вопрос техники, когда это все заждется. Сейчас я передам слово Славе еще раз. У него есть отличный слайд, отличный доклад, буквально, я не знаю, Слав, на трех слайдах мы сможем показать. Основные тренды, вот в чем было мое переживание всегда, когда я к молодым ребятам, кто начинает работать, или ко мне сейчас обращаются, если я там этот язык изучаю, или не этот язык, я найду работу с этим, или не найду работу, вот сейчас Слава на это вопрос ответит. Это будет полезно для вас лично, если вы уже на чем-то пишете, или вы посоветуйте потом, или просто подумаетесь над выбранными путями развития, хотя на любом этапе можно. И хотел бы сказать, я не только недавно слышал там смешного проектишника, к папе, ну, к семью, в семью в программе садриховой гостью, ну, хозяин сидит, что там кодирует, и дети что-то очень сильно дырутся, орут, там, шума. И друг спрашивают ему, слушай, что у тебя дети разорялись вообще? И отец там припочитал голос компьютерик, смотрел, а, контроль здесь конфликт версии. И что, да, наши дети, наши версии, иногда между ними будет конфликт. И нашим версиям нам надо может дать правильное направление, для того, чтобы они выбрали то, с чем им в ближайшее время нужно заняться. Передаю слово Флаве. Меня зовут Кайнар. Если кто-то не знает меня, я думаю, что тут многие меня знают, не все. Я глава азиатского офиса ДТА. Сижу здесь, пока еще не сидим, вот прямо здесь вот, за этими коробками, переговорами. Без проблем, подходите, давайте обсудим, пообщаемся по любым вопросам. Могу очень рассказать много про санта-папы, как поднимать, рызить деньги у инвесторов. Я через это проходил, как это потратить правильно, как не разочароваться, если ваш татар не зател, какими лицами сможет заниматься, чтобы непосредственно какие-то плохие привычки. И, ну, всякие-всякие, можно после кофе попить, подходите, пообщаемся. Спасибо вам всем, что вы выделили лео-пятницу и продолжим так, что про конкретику. В среду был такой доклад про языки. Понятно, что здесь сейчас у нас есть много людей, которые уже разработчики, но есть и большой вклад в те, кто только думает, чтобы стать разработчиком, или можно поменять свою квалификацию как-то. Начать что-то другое изучать. И вот этот докладик он для вас. Он про то, как выбрать и подобрать ей. Ребята уже выбрали. А че ты руку не поднял? Один поднял, пять же руку. В определенной жизни всегда хорошо. Лучше, чем не определенная. Многообразие языков, платформ и технологий в нашем современном мире оно вообще бесконечно. То есть, я, наверное, знаю минут 10% от всего этого. То есть, понятно, я все через все это проходил. У меня был Паскаль, я много программировал на С-плюс-плюсе. Навижу бейсики, не дай бог, я тоже программировал на С-плюсе. Ой, я на Питоне, на Шарпах, на Делфи, я, кстати, уже не Господь миловка. Уже не пришлось. На Ассемблере, конечно, мы писали, там всякие микрокоды. В институте у нас даже пролог был, как у Господи, я вспоминаю, как у него с бою. Это один из первых национальных языков. Сейчас ближайший к нему там Ф-шарп. Вот. И на джаве даже программировал. джав я не люблю. И вот это все облако, это различная технология, оно здесь не очень актуально, но оно соответствует, оно показывает масштаб трагедии, да, то есть оно говорит на том, что если вы новичок, то вообще ничего не понятно, непонятно, что делать, вот это все зачем, когда вы пытаетесь разобраться, какой вам язык учить, читайте какие-то совершенно тупые сравнения, которые на самом деле никакого реального вейли не несут, они непонятно, кто их пишет, непонятно, зачем, там, похоже, что это пишут люди только для того, чтобы рейтинг своих сайтов поднимать, потому что на самом деле если вчитываться, если знать эти платформные языки, то ты читаешь это сравнение, понимаешь, господи, кто это писал, это ужас вообще, это полный вред. Поэтому вот начинать надо не с этого, надо не начинать там, что рандомно ткнул пальцем и сказал, ой, я буду учить там в битву. Не так, да, то есть начинать надо с цели, с целей ваших, да, что вы хотите. Если вы решили там почему-то идти в информационную технологию, то вы сначала определитесь, что вы хотите, да, то есть есть разные пути, то есть информационная технология это не только про то, чтобы пальчиком тыкать кнопки, есть там много разных вещей, которые нужно делать, и технологии, которые за собой тянут на разработку, тестирование DevOps, то, что мы сегодня уже говорили с Кириллом, это вот только один из этих блоков, да, и он на самом деле даже не самый большой, наверное. Еще, для того, чтобы вот это все завелось, все это работало, должны быть люди, да, этими людьми нужно уметь управлечь, нужно нанимать их, нужно обучать, и все вот это я называю так или иначе управление проектами, и все там, то есть про методологию и ведение, про то, про найм, про собеседование, про, не знаю, психологическую поддержку, про все, 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 управление проектами, оно, так или иначе, оно там. Сегодня мы не будем про это говорить, если я малышку понимаю людей, я не люблю, поэтому, поэтому, я уже технологией занимаюсь, а с людьми не тихо. Значит, кроме этого, еще есть, еще есть пути, да, чуть-чуть, если детальнее копать, то, ведь у каждого, как может, на первом докладе говорили, у каждого продукта, в общем, у каждого, есть какой-то пользовательский интерфейс, и как-то взаимодействовать с пользователем, потому что иначе он был бы не нужен, скорее всего, до чего его делать. И если вы хотите, чтобы мир был прекрасен, то занимайтесь внешним видом этих продуктов, рисуйте дизайн, проектируйте, рисуйте трёхмерные модели, игры и так далее, вот вам туда, вам дизайн, рисование, это тоже огромная ниша, как бы тоже там много денег, есть что поделать. Если вы не очень любите программировать, но при этом у вас хорошо, хорошие аналитические склад ума и вы хотите приносить пользу, то дата аналитика в любом виде, касающаяся анализа данных, сбора требований, касающиеся какого-то машин-лёнинга, artificial тенденшинца, оно всё здесь. Понятно, что машин-лёнинг и TI очень сильно пересекаются с разработки, потому что с разработкой там очень много кодирования, но я это выделил умышленно в отдельную группу, потому что там это наукоёмкая такая вещь, там много нужно прикладывать в голову, там нужно иметь хорошее образование, нужно понимать, нужно разбираться во всех технированных сетях и так далее, это отдельное целое направление. Понятно, что пересечений у этих двух ребят очень много. и сегодня мы с вами поговорим только про самый крайний квадратик и погоничек, потому что про каждый из остальных тоже можно бесконечно разговаривать, без нас здесь просто нет времени. Следующий шаг. Хорошо, вы решили, что вы, допустим, хотите быть разработчиком-вестировщиком или кем-то из Antivops направления. Дальше куда идти, да? Вот, дальше, задайте себе вопрос, вот, есть какая-то программа, программа, я отныслил, на тебя представляю, вот она состоит из каких-то слоев, да? Даже если не знать, что там какая-то сложная архитектура внутри, не наплевать, можно, ну, подумать, что все равно там есть какие-то слои, есть пользовательский интерфейс, если пользовательский интерфейс, вам сюда направо, да? И пользовательский интерфейс бывает двух типов. Ну, современный, да, скажем, используется интерфейс. Раньше еще были вот эти всякие информ-приложения, которые там, обычные приложения на компьютер запускаются. Они сейчас уже почти отмирают, их уже очень мало. Там сейчас Microsoft как-нибудь пытается возобновлять через этот свой универсальный UI, но пока не сильно двигаюсь вперед. У нас есть фронтенд-разработка, по факту это так или иначе сайты и мобильная разработка. Вот два больших таких кита. Все остальное исчезающее мало. То есть, если вы хотите заниматься пользовательским интерфейсом, то вам фронтенд или мобильность. Если вы хотите писать вот эту, разбираться с этими микросервисами, базами, там все, все тоже очень запарно, то там тогда ВПК-нет. И если вы хотите заниматься данными, то есть вы не просто как бы умеете вот это все, всю эту архитектуру запроектировать, а вы каждый конкретный сервис, который занимается предсказанием каких-то данных, вот вы его умеете хорошо организовывать, вот вам тогда сюда. Теперь посмотрим, на чем же, то есть, допустим, мы уже решили, вот я хочу, все, я решил, я буду контрразработчик, я буду UI-щиком. Вот если я буду UI-щиком, то у меня два пути. Если я иду в фронтенд, то у нас здесь есть стандарт де-факто, что мы JS, он же Type 3 и CSS, это просто стандарт де-факто. Есть, конечно, всякие дополнительные, и сейчас можно на шарке написать, есть такая штука Blazer, можно на него написать, здесь тоже будет работать, но если мы говорим о массовости и о применимости вас как разработчика, то ну вот это как бы основной степь, которая сейчас существует. Понятно, что JS просто как язык, за ним есть, как и любой вообще язык на самом деле, да, то есть язык любой учить, вот как язык смысла нет. Он маленькая такая совсем штука, которая без экосистемы вокруг этого языка смысла имеет очень мало, да, то есть я могу JS выучить завтра, да, и сейчас могу на ней писать на этой JS, но я просто не знаю, у меня нету, что на голове вот здесь вот сразу быстро там набора библиотек, которые я знаю, как использовать и для чего, для того чтобы решить конкретную задачу. Но тут, знаете, я могу вот сразу сказать, что я буду использовать, да, и это сильно упростит жизнь. И это означает, что вы знаете платформу, а просто знание языка это, ну, несмысленная вещь. То есть она, конечно, нужна, но она санитарная, это как алфавит выучить. То есть я знаю там немецкий алфавит, я могу в казахский алфавит выучить, что ли, начну по-казахски разговаривать, сомневаюсь сильно. Вот то же самое с этими языками. Поэтому JS, за ним стоит вот все то многообразие библиотек, как есть такая шутка, что пока мы с вами разговаривали, уже пара новых библиотек, например, все вышло. Вот легко как бы, может быть, правда, их там миллионы, серьезно. Там просто ад. И нужно знать, вы умеете с работать, нужно их отслеживать. Это отдельный скилл, отдельные направления. Мобильная разработка. Мы опять-таки говорим о доминирующих языках. По статистике, которая у нас есть в компании и статистике рынка, если вы хотите быть востребованным специалистом, мобильной разработки, Swift и Kotlin. Ваши варианты. Kotlin, Android, Swift — это, очевидно, Apple и iOS. Можно, если вы любите боль, вы можете писать на Objective-C, нет разрешений. Но я когда смотрю на синтаксис языка Objective-C, мне хочется рассказать. Я не знаю, кто его придумал. Точнее, наверное, можно погуглить, я так не помню, но он чем-то поделал. Зачем так было сделать? Ну, так было сделать, совершенно непонятно. Есть, безусловно, есть куча, как минимум два. Вот я сейчас Flutter и Xamarin. Это что-то там еще есть? React Native. React Native, конечно, да. Это кроссплатформенные инструменты и наборы библиотек для разработки модельных приложений. React Native по факту мы пишем на JSON. Flutter почти тоже похожи. Xamarin мы пишем на JSON. Они, в свою очередь, генерируют уже соответствующий код на нужных языках и компилируют уже рогматильные сборки. Разница только в том, и проблема только в том, что если вы пишете какое-то приложение, которое очень сильно взаимодействует с железом, напрашивает тачки, сенсоры, работает с камерой, или хочет иметь очень юзер-френдли девайс-специфик пользовательский интерфейс, то, скорее всего, вы просто продублируете этот ваш универсальный код два раза, потому что он будет немножко где-то отличаться, и весь код будет состоять из заплаток. Вот на ранних этапах Xamarin это была просто боль, сейчас стало все лучше, но привычка у людей осталась писать нативки и нативки. Ну, в практиках, вот, зачем вообще вот эти кросс-платформенные штуки, потому что что люди думают, что они напишут одно приложение, а оно так хоп-хоп и работает на двух платформах, и все хорошо, но фигу вам, просто нет, так не получается. Потому что оно, конечно, дает выигрыш, но оно не в два раза, ну, может быть, процентов на 30 есть, ну, скорее всего, да, но если вы начнете работать с чем-то тяжелым, там, 3D или что-то такое, вы можете упереться в то, что вам придется это все потом нативку для делать. Вот такие дела. Бэкант. С Бэкантом я тоже тут написал мейнстримовые технологии, понятно, что можно придумывать, там есть куча, куча всяких, ну, всяких маргеращинок, но здесь мы говорим о том, на чем в основном у нас проекте, проекты, да, то есть если это Java stack, то это Kotlin и, собственно, Java, если это JVM, если это .NET, ну, очевидно, это C-Sharp и редко бывает M-Sharp, а очень редко, ну, потому что сейчас можно функциональничать, вот, в принципе, и на Sharp я хорошо писать. Python тоже очень популярная вещь для разработки бэкэнда. Rust все больше набирает популярности, модный язык, быстрый и очень все хорошо у него. Гошечка, на ней написано тоже дикое количество различных инфраструктурных проектов, которые, там, занимаются развёртыванием инфраструктуры, да, то есть так или иначе, так как бэкэн и DevOps, они, в принципе, близки, да, вот на флоп пишут очень много, и, как ни удивительно, к моему величайшему сожалению, так я ненавижу JavaScript, как бы, на нем пишут бэкэн тоже, вот, и думают, что эти продукты будут работать, но они, к счастью, не всегда работают, поэтому мы потом переписываем нормально. Проблема, как всегда, ну, если кто понимает, да, в отсутствии типизации, да. Строго типизированные языки этот, этот, этот не, конечно, валят. Но есть, безусловно, апологеты, которые прям JavaScript, TypeScript обожают, и вот флаг от русских под на шею или птичку навстречу. Немножко легких, более легких языков, да, на удивление, C++ тоже оказался здесь, потому что его, так скажем, участие в аутсорсинговой разработке невелико. По большому счету, по тому, что часто его применяют во всяких там бедных вещах, во всяких таких там высоконагруженных штуках, когда компании стараются иметь разработчиков в штате, потому что, если мы говорим про C++, мы говорим о тонкой оптимизации, о производительности, о достаточно сложном коде, каких-то серьезных логаритмах. И такое в аутсорс уходит редко, потому что это знание, эти знания люди, ну, компании стараются аккумулировать в себе. Поэтому такие проекты к нам попадают нечасто. Поэтому, как бы, у нас эта штука не очень популярна. Но C тоже касается. C, C++ — это одна. F-sharp — просто редкая вещь. Scala и Cloj примерно такой же эффект имеют, как C++. Cloj просто дрыгнет маловато пока что. Там не так много людей, которые этот язык хорошо знали. Наверное, что-то забыл. Можно будет спросить меня потом отдельно про какой-то явный язык. Я вам вопрос задать, так и. А теперь, собственно, про данные. Данные — это все-таки отдельное такое направление, которое подразумевает, что вы не просто, как вы пишете, когда программа оперируется какими-то простыми транструкциями языковыми, перекладываете строчки, байтики целые, умножаете или что-то. Это все тривиально. При обработке данных речь идет о всяких многомерных анализах, обработке матриц, массивов и так далее. И эти языки хороши тем, что они добавляют этот уровень абстракции. То есть они позволяют вам работать с большим объемом данных, как с элементарными какими-то вещами. Здесь популярны Python, как ни удивительно, в силу простоты своей реализации и интерпретированности большого количества библиотек. И языки R и Julia, они просто поэтому заточены. Julia вообще очень новый и модный язык. И как ни удивительно, это TSQL, то есть стандартный добрый SQL, на котором просто исторически написано величайшее количество всяких отчетов, стоит процедурой и прочего, которые занимаются обработкой данных, превращением подсчетом, составлением любого вида рекортов и так далее. Это же стандарт TSQL. Что? Ну, TSQL, PL, PL, PL. Можно было любой написать. Просто иконы на Microsoft, например, написал TSQL. Я подумал, может быть, у вас это самое стандартное? Нет, нет, нет. Ну, PL, SQL, там, ну, это ж, это ж, это ж, это ж все равно 92, как бы, да, стандартно, как бы, оттуда, да, что считает. А это понятно, что TSQL, PL, SQL, Майсикл, Возлегорцевский, они все имеют свой диаметр. Его тоже было бы не много знать, если вы разработчики базданных, но разработчики базданных имеют очень, очень такой, все-таки узкую направленность, и сейчас их как-то все меньше и меньше. У нас все, все разработчики базданных он 40 плюс. Это умирает. Серьезно. Нет, я, кроме шуток, я помню, у нас приехал, я от другой компании, ну, как это, не другая компания, я в 2006 году, когда первый раз пришел ДТАР, мы делали этот проект для компании в хедж-фанд индустрии, и там потом эта компания нашу команду выкупила. ДТАР в те годы был маленький, и он согласился продать сотрудников, и чтобы они ушли, и потом большая часть других вернулась обратно. Такой хитрый такой был жест. Деньги получили, а надо до саду леньких не было. Спустя шесть лет, правда, ну не важно. И вот потом, в одиннадцатом году, вот эту компанию купила огромная корпорация американская, и там приезжал их CTO, наверное, я не помню уже кто, который рассказывал историю. Они вообще занимаются печатью документов. У них на Лонгайленде, в Нью-Йорке, там огромный завод, на котором в бесконечной линии стоят принтеры, и они печатают все вот эти стейкнуты банковские и прочие, которые по Америке рассылаются, так как у них почта очень популярна, то все, что печатается, делает эта компания. И у них очень много софта написано на Каболе. На Каболе, да? И вот он говорит, у нас, говорит, проблема, у нас большая текучка кадров. И Каболе на прокурорействе не найти ее. А как, откуда текучка, почему? Он говорит, они умирают. Вот они физически, то есть уже с этим ничего не сделать. И тут, кстати, эта проблема, между прочим, она грядет, потому что огромное количество банков в тех же Штатах имеют все эти свои core banking системы на Каболе, там на Фокс Про, там на Фортране что-то написано где-то, но не в банках, уже там, в математических всяких организациях. И этот скилл уходит, да? То есть люди, которые это знают, они, к сожалению, нас придают. И с этим никакой мотивации не справятся уже, да? То есть ничего им не сказать, ну что, куда ты это пошел? Надо еще вот один проект делать. А потом уже иди, ладно. Ну, на этой веселой ноте, наверное, все. Почти все, да, у меня еще один слайд. То есть если вы, это был слайд такой для совсем школьников почти, да? То есть я не очень знал, кто будет у нас на конференции. Если, может у вас есть дети, да? Которых вы хотите как-то сподвигнуть к тому, чтобы развиваться, но про время IT, то с чего стоит начать? Начните с английского, если вы вдруг не знаете, да? Вот. Или сомневаетесь, с чего бы вам начать? Вот начните с языка. Значит, прорабатывайте свои собственные скиллы, старайтесь там учиться договариваться. Есть такая книжка прекрасная, говорится можно обо всем. Скачайте, прочитайте. Отличная книжка. Дальше, если вы хотите развивать голову, математика, ну там любая олимпиадная математика, пожалуйста, и олимпиадное программирование. Есть такой сайт CodeForces, CodeVars и так далее. Можно углить, их там полно. Вот это олимпиадное программирование, вот голову можете там оставить 100%. У меня сейчас младший ребенок, он 14 лет, вот в кружок олимпиадного программирования, я пытался решать какие-то задачи. Три из десяти я решил пока что. Больше у меня пока не хватило на сборку. Ну и времени не было. И если вы хотите примерно понимать, как продукты разрабатываются, то займитесь методологиями разработки, посмотрите, почитайте. Все вот эти ключевые слова Scrum, Java, Kanban — это трудно. Вот проект по этому и читать. На этом все, спасибо. Это все один серий. Его не надо больше уберить. Это одна база банка, где нацель должна пропасть. Или в какой-то момент понимать, что нет автомагрузки отдельно дальше. Вот банда — это контекст, это то, что вам нужно, для того, чтобы понять, где у вас заканчивается граница, граница Поптельмена. И в нем есть такое понятие, как эгрегей-трут. Эгрегей-трут — это такая штука, какая-то сущность, и с ней что-то привязано, грозит какие-то вся. Суть в том, что эгрегей-трут — это некая идентифицируемая сущность. Она имеет смысл. Можно взять за нее и вытащить, что будет сыруется больше. Все, что на ней, оно связано с центральной сущностью, и оно отдельно, оно не имеет смысла отдельно от центральной сущности. Сначала вы выявляете какие-то сущности, а потом вы смотрите. Хорошо. В идеале агрегей-трут один, но бывает, что этих агрегей-трут больше, чем один банк в контексте. И тогда вы смотрите на такое понятие, как проекция. Проекция — это когда у вас один и тот же агрегей-трут по-разному представлен в разных контекстах. Например, пользователь, который арендуется на ТАА. С точки зрения домена, пользователь — это имя, фамилия, возраст, паспортные данные, черт и что. С точки зрения платежной системы — это айтишных пользователей, которые привязаны к карте для оплаты — это всякие бонусы, его счет во всех валютах, там бонусный счет. Вот это с точки зрения оплаты. И это другой домен. С точки зрения катания — это вообще просто айтишник. То есть вот айтишник пользователь, а потом катается. То есть сервис, который отслеживает катание пользователя на самокате, ничего кроме айтишника пользователя не нужно. Может быть, нужно еще какой-то флаг разрешено, в общем, забанен, не забанен. Сколько ему лет, и в зависимости от этого система будет решать, можно ли высокую скорость включать. и, соответственно, проекции они как раз… То есть есть одно-один сервис, он хранит основную часть, и все остальные сервисы хранят проекции этого основного контекста. в силу. Вот так, собственно, это и видится. Да? А если корреляция языка и катетуры, если есть, то как правильно вообще вы будете изучать катетику или какую-то другую катетику? Почти нет. Почти нет. Ну да, почти нет. То есть, безусловно, есть ограничения, связанные с незаемостью экосистемы. Например, на visual-поистики нельзя написать в распределенное приложение, потому что там нет никаких драйверов для работы с месседжбассом, например. Просто это сделать не получится. Но вот мы здесь обсуждали современные языки, и на любом из них можно написать, там, реализовать любую архитектуру и системы. Как избегать перепроектирования? Ну, не копать даже сервисы. Ну, то есть, потому что вот эти контракты, да, вот эти контракты, то есть, еще, знаете, да, кто такой Джерк Везос? Да. Уже все запомнили. Но еще 10 лет назад, когда он еще не был, у нас столько знаменений, даже больше, он в своем, в Амазоне, когда они только проектировали, когда еще был книжный магазин. Они... Он же был техническим директором, да? То есть, он руководил разработать. Что? Все через IP? Да, да, совершенно верно. То есть, у него был, так называемый, манифест. И этот манифест, там было несколько пунктов, я уже все не вспомню, но суть их стояла в том, что все сервисы, которые разрабатываются внутри, с первого дня должны быть готовыми стать публичными в любой день, имея право взаимодействовать друг с другом только посредством сетевого взаимодействия. То есть, никаких там файлов в обществе, никаких вас данных, ничего. Они должны быть изолированы, они должны быть самотестируемыми, у них должны быть свои собственные команды. И вот эта изоляция и строгость взаимодействия как раз позволяют построить уровень абстракции между тем, как сервис работает и что у них внутри. То есть, можно спроектировать архитектуру, все это задизайнить, а детали разработки сервиса отдать в команду. И уже по этому полка не парится. То есть, уже технический архитектор, или старший разработчик, уже сам в состоянии что-то сделать. И даже если он сделает на коленке через одно место, совершенно плевать. Потому что завтра, главное, чтобы это работало, и работало быстро. Ну, быстро, в смысле, быстро он это написал. Потому что мне нужно, чтобы я мог собрать это, получить фидбэк от клиента, либо там от каких-то продуктованеров в рамках моей команды, и принять решение, правильное направление я еду или нет. И после этого это отрефактить. То есть, если сервис в процессе жизни продукта там несколько раз перепишется, ну и хорошо. И как раз нет никаких проблем. То есть, можно выбрать одну технологию, чтобы накидать, потом выбрать другую технологию, переписать на другую. Но сервисы вместе между собой будут работать так же, как они и работали. Потому что контракты определяются с самого начала. Вот на контракты стоит обращать внимание. Конечно, конечно, не получается прямо с первого дня эти контракты все прописать. Ну просто не хватает времени, знаний. нужно там уже что-то, кстати, пытаться реализовывать. Поэтому, в основном, мы пытаемся дальше эти контракты расширять. То есть, мы стараемся не относить каких-то брейки и ченнически. Мы делаем именно, развиваем их по пути расширения, но без расширения не обратись. И поэтому используются всякие там, всякие REST опихи, просто про добавь сервизации, потому что они все поддерживают экстенсибилити. То есть, можно расширять контракт, увеличивать, добавлять помену. Да. В основном, как аналитику как делаете? Есть отдельный сервис, куда через Месседжбаз скидываются факты движения и так далее, и из него уже строятся там запросы. Месседжбаз это до базы или после базы? Есть. То есть, описывается баз, а потом Месседжбаз? Нет, обработанное. У нас есть, соответственно, у нас сервис передвижения, третьим сервис кидает команду, вот она здесь, получается, шина. Он даже лучше снизу нарисован. Она, получается, картинка все-таки трехмерная, потому что база, она за сервисом. Она как-то так здесь находится. Месседжбаз никак с базой не связана. То есть, мы потом можем сообщить, кинуть сообщение о том, что вот такой-то самокат куда-то переехал. А есть еще отдельный сервис, который ты слушаешь и делает нужные себе проекции в зависимости от тех отчетов, которые ему нужны. Ну, вот эта, конкретно эта часть в самокатах еще не существует. Есть точно такая же часть в гейминге, вон движке. Мы писали на Microsoft Olinz, это actor-based framework. Писали игровую платформу для очень крупного клиента европейского. Знаете, вот эти все... Есть казуальные игры такие, там крутятся все какие-то штуки. Я их сам не очень люблю. Даже не помню. Слот-гейм, вот. Слот-гейминг. Там казино вот это дергает ручку. На самом деле выяснилось, что это играет просто миллионы людей. И для того, чтобы это работало, нужен сервер с очень высокой пропускной способностью, потому что сами устройства, они решений не принимают. Потому что здесь интересно вот эти стратегии. Однорукие бандиты просто отвезено. Это на самом деле JavaScript-приложение, которое работает просто в огне. А все остальное — это целая сервера. Еще вопрос. Кроме самокатов какие еще интересные проекты? Да полно. То, что Кирилл упоминал с FX. То есть это платформа, которая, с одной стороны, обеспечивает всю жизнедеятельность компании, которая занимается обменом валют. То есть это расчет комиссий, брокеров, расчет их зарплат, учет транзакций, взаимодействие с банком, выполнение операций по переводу этих денег. И расчет потенциальной прибыли, плюс API, который позволяет high performance транзакций осуществлять. Вот это огромный проект, там у человека 70 команд, да. огромнейший проект с Акадо. Акадо — это тоже публичная штука. Эта штука — это компания по доставке продуктов в Великобритании и вообще Великобритании. Они сейчас вышли, по-моему, на топ-1 в Великобритании. Собственно, мы там пишем часть, отвечающую, по-моему, за сборку заказа. Я не поручусь, я там практически не работаю. Мы писали трейдинг-платформу для NASDAQ'а. У нас куча всяких портфолио-менеджмент систем, десятка, наверное, всяких хедж-бангов и private equity. У нас дичайшее количество банковских приложений разного рода, там, учетных систем, ворбанкинга, карт-процессинга, MasterCraft, на самом деле, один из наших презентов, Skyscanner, если вы используете, то же написано. Что еще, что еще, как вспомнить? Ну вот, гейминговый бежок, куча всяких таких, тоже гейминговых. Они диарные такие программы, там, в Азии еще их любят. Ребята себе делают, там, у нас был проект виртуальный кладбища. То есть, ты нацелаешь шлем, покупаешься в виртуальное место, можешь ходить, своих родственников охранить. Немножко крипово, конечно. Ну вот так. Немножко. Что? Ненемножко. Ну, мази, своя культура. Сюда и сюда шли, как бы, там, прям, ребята. У них денег много, они хотят. У меня небольшое предложение. Время поздняя, пятница, мы не хотим. Спасибо, что все пришли. Я бы хотел сейчас эту беседу, вот такую, более-менее, в кулвар, нам это перевести. Давайте мы сейчас туда выйдем. Туда и продолжим общаться, тем, кто интересен со слабой, прообщаться с этим вопросом. Я хочу поблагодарить вас всех, что вы выделили время. Такое время пришли. Много мы здесь интересных вопросов посвятили. Спасибо большое. Еще раз, компания DataArt, надеюсь, вы не забудете это название. Мин.кз и можете там всю информацию у нас прочитать о местности. Мин.ком в целом про наш международный сайт. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.